МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Пятница, 3 сентября. И, как всегда в это время, на телеканале РТВ программа Курзомского телевидения «Взгляд из Венспилса. События, люди, мнения» в студии Олеся Пшененко. Сегодня из нашей программы вы узнаете о том, что 31 августа в саду Венспилской высшей школы студенты раньше всех в городе отпраздновали начало нового учебного года. Также вы побываете на курсах стресс-менеджмента для педагогов и узнаете, какая выставка вчера открылась в театральном доме Юра Сварты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Некоторые жители Венспилса получили письма с приглашением связаться с предприятием УДЭКа. На этот раз это связано с тем, что до конца года необходимо выполнить постановление Кабинета министров о регистрации канализационных подключений индивидуальных домов. На данный момент около 200 домов Венспилса не зарегистрированы в УДЭКе. Та децентрализованная система, которая построена на дачах или дачных кооперативах, также должна быть зарегистрирована. Для того, чтобы это соответствовало законодательству. Это касается и коммерческие помещения, сервисы, если у них действует такая система. Мы постарались всеми возможными способами оповестить все адреса, но, возможно, кому-то приглашение не пришло. Поэтому мы приглашаем всех, кто это еще не сделал, прийти и зарегистрироваться. Эти правила Кабинета министров вступили в силу в 2017 году. Более половины частных домов в Венспилсе уже прошли регистрацию. Те же, кто затягивает оформление, могут оказаться в неприятной ситуации, поскольку к ним будут применяться штрафные санкции. За регистрацию людям не нужно платить, просто нужно позвонить в УДЭКу. Это бесплатная услуга. Но по закону мы должны закончить регистрацию до конца этого года. И если в следующем году люди будут использовать незарегистрированную систему, то это будет квалифицировано как административное нарушение. Штраф для частных лиц составляет 350 евро. Для предпринимателей он будет в несколько раз больше. В любом случае владельцам домов необходимо обратиться в техническую часть предприятия УДЭКа, чтобы понять, нужно ли инвестировать в систему или перестраивать ее, или же она в порядке. Также хотим напомнить, что использование биотуалетов на территории Венспилса запрещено. На сайте города есть список предприятий, предлагающих услуги осенизации, и за эти услуги выписывается чек. Предприятие УДЭКа предупреждает, что следует использовать только официальные услуги, и чек необходимо сохранять. Контроль за сточными водами был организован с целью гарантировать очистку и учет сточных вод. В Венспилсе очищенные сточные воды попадают в море, и, как отметил Вестурс от Томерс, они чище, чем того требуют нормативные акты. Сейчас в стрессе находятся все дети, поскольку нужно снова идти в школу, родители, так как детям для этого необходимо делать тест, также необходимо им быть готовым к тому, что учеба снова может стать отдаленной. В таком же замешательстве находятся и учителя, поэтому Венспилское управление образования и сейчас, и в дальнейшем предоставляет возможность небольшим группам педагогов посетить курсы стресс-менеджмента. Кому сейчас сложнее – ученикам, их родителям или же учителям? Всем сейчас сложно, у каждого свои трудности, эмоции есть у всех, поэтому регуляция эмоций и поведения, психологическая помощь в результате пандемии получила абсолютно другую значимость. Для педагогов на практической лекции были предложены варианты первой помощи при стрессе и выгорании. Мы узнали, бывает ли такое у учителей. Да, у меня пропала искра радости в глазах. Мне сложно войти в класс без этой искры. Мне кажется, что тогда я обделяю своих детей, которым иду. Тогда я начинаю искать, где и как мне ее получить, куда она пропала и почему я ее потеряла. Психолог и арт-терапевт Илза Дрейфолде объясняет, что тело взаимодействует с психикой человека. По словам Илза, телу необходимо расслабление и отдых. Нужно заниматься плаванием, медитацией, посещать спа, бывать на природе. Часто в этой профессии люди ставят нужды других людей на первое место, а свои приоритеты ставят на второй план. При выгорании организм сигналит «стоп», а теперь «я». Регуляции поведения и эмоций помогают тренировке. Существует сотни методов саморегуляции и психологических школ. Задача курсов – осознанное регулирование эмоций, но этого можно добиться, обладая знаниями. Каким бы ни было волнением перед началом учебного года, учителя любят свою работу и ждали с нетерпением первое сентября. Мы не знаем, как всё будет проходить. Нам нужно жить здесь и сейчас, в данный момент. Нужно радоваться тому, что мы встречаемся очно. Что будет дальше, мы увидим после. Помогут ли те рецепты, которые вам даёт Илза? Несомненно. Отличная лекция перед новым учебным годом. Сегодня мы получили интересные знания. Этой осенью такие лекции для педагогов в помещениях первой гимназии будут проходить ещё для двух групп учителей. Информацию о возможностях такого обучения педагоги венспилских школ могут получить, обратившись в управление образованием. Студенты венспилской высшей школы первыми в нашем городе начали отмечать День знаний. Произошло это 31 августа. Студенты впервые решили провести мероприятие в саду венспилской высшей школы. И придуманное ими праздничное мероприятие длилось до двух часов ночи. Молодёжь к этому подготовилась серьёзно. Такое впервые происходит в венспилской высшей школе и, возможно, даже в Латвии. Потому что это мероприятие как такого типа фестиваль. И так праздновать 1 сентября – это происходит впервые. У студентов высшей школы уже сегодня праздник, а у всех – завтра. Сад венспилской высшей школы был разделён на три зоны. Зоны кино в специальной палатке демонстрировались короткометражные фильмы. На большой сцене выступала Монта Цина и Эмилия Ермола, которая в этом году презентовала свой новый музыкальный альбом. Затем вечер продолжили венспилская группа «Винди Темпер» и завершение всех ждал особенный диджи-сет. Всё это организовали ребята из ассоциаций Шмедриба, которые подали эту идею на конкурс проектов Венспилского культурного центра для досуга молодёжи и получили финансовую поддержку. Сегодня мы открыли новую традицию в Венспилсе. Такого ещё не было. Это празднование нового семестра. Проект, который мы написали ещё в марте. Мы бы хотели в конце августа, в последнюю ночь лета, провести вместе со студентами, молодёжью и школьниками время, отпраздновав начало нового учебного года. Этот проект участвовал в конкурсе культурных проектов Центра культуры по проведению мероприятий студенческими советами и студенческими организациями. Конечно, студенты встретились и со своими преподавателями и однокурсниками 1 сентября. Венспилской высшей школе уже в 25-й раз праздновали начало нового учебного года. В этом году своё обучение в Венспилской высшей школе начинает 700 студентов, из них 229 – первокурсники. Конечно, прошлый год был сложным для нас, потому что всё было в онлайне. Но мы быстро приспособились к такому освоению программы. Мы учились самостоятельно несколько месяцев, и нам всё удалось. После года удалённого обучения я был рад увидеть своих однокурсников, встретиться с ними. И я смотрю только вперёд. Я выбрал Венспилскую высшую школу, потому что я здесь живу. Традиционно большинство первокурсников отдали своё предпочтение области информационных технологий. Здесь будут учиться 49 студентов. На втором месте по количеству зачисленных студентов факультет переводоведения. Следует отметить, что эта бакаларская программа претерпела серьёзные изменения и в дальнейшем будет называться технологией языков перевода. И делиться по языковым специализациям она больше не будет. Третья по популярности среди молодёжи программа факультета экономики и менеджмента – управление бизнесом. К обучению здесь приступил 21 студент. Хочется отметить и тот факт, что Венспилская высшая школа – одна из тех, где очное обучение не прекратится с 10 октября для тех, у кого не будет сертификата о вакцинации. В четверг, 2 сентября, в театральном доме Юра Сварты состоялось открытие персональной выставки художницы Элины Титане «Vertical Eyes Horizons» – «Вертикальный горизонт». На выставке Элина представила рисунки и скульптуры, созданные за последние 13 лет. Элина Титане закончила Латвийскую академию художеств, и ей нравится работать со всеми керамическими материалами. Например, такими, как каменная масса, глина, фарфор, создавая как крупноформатные скульптуры, так и миниатюры. Элине нравится, когда выставочное помещение обживают вместе и керамика, и живопись, как они соединяются и дополняют друг друга. Мы решили узнать у Элины, какая идея была заложена в названии выставки «Вертикальный горизонт». Философская мысль всегда заложена в названии, но у этого названия очень широкий спектр. В нём заложены ассоциации с этим местом, с Венспилсом, с морем. И это название объединяет в себе различные группы моих работ, у которых по отдельности были свои названия. Но теперь они все на выставке собраны под таким названием. За плечами Элины более 20 выставок как в Латвии, так и за рубежом. Вертикальный горизонт можно будет посетить в театральном доме Юра Сварты до 3 октября, а затем часть экспонатов отправится в дальнее путешествие. Одна часть работ, которая находится в выставочном зале, после этого отправится на выставку в Южную Корею, а остальные работы пока вернутся в мою мастерскую. Работы Элины размещены как в малом выставочном зале на первом этаже театрального дома Юра Сварты, так и в фойе на втором этаже. Вход на выставку бесплатный и не забывайте соблюдать все предписанные меры безопасности. Это были все новости на сегодня. Впереди нас ждут выходные и вновь мы с вами встретимся в понедельник. До встречи! Венспилский дигитальный центр приглашает как венспилсчан, так и всех жителей Латвии очно и дистанционно посетить мастерские творческих технологий центра. Я надеюсь на то, что эпидемиологическая ситуация в стране позволит школьным группам приходить к нам в мастерские. Мы можем также прийти к учащимся в школы. Есть и третий вариант. Мы предлагаем присоединиться к нашим мастерским дистанционно. Мастерские творческих технологий будут представлены в двух направлениях. Первое – оплачиваемые из средства проекта «Школьная сумка мастерские». Это и дигитальное фото, дигитальное искусство, компьютерная анимация и графика и многое другое. Во второй пакет предложений входит роботика, программирование, мастерские 3D-искусства и другие программы. На домашней странице дигитального центра в отдельной вкладке можно найти всю информацию, а контактным лицом буду я, Гуна Степеня, руководитель детских и юношеских программ Венспилского дигитального центра. И со мной можно связаться как по телефону, так и написав на электронную почту. Также на сайте можно записаться в мастерские. С нами легко связаться и организовать посещение мастерских так, как будет удобнее школам. Дигитальный центр предлагает широкий спектр различных направлений и делается это для того, чтобы школьникам было интересно работать, получать знания и развивать свои таланты и способности. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...